Здравствуйте! Я сегодня вернулся с Британских островов, где был с творческой командировкой. Но художественную тему мы отложим в сторону, а вернемся к спортивной теме. Сегодня у нас, как обычно, в гостях у мастера на Алтайской 105, а в гостях у меня сегодня греко-римляне. Все дело в том, что в Томске на Медне прошел всероссийский турнир памяти Ивана Селитникова. Поэтому у меня в гостях сегодня Евгений Варпаев и его воспитанник Илья Козлов. Здравствуйте! 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 Я так понимаю, что Илья добился лучшего результата среди топичей. Да, на самом деле Илья занял второе место на всероссийских соревнованиях в своей весовой категории. Но добился лучшего результата из всех спортсменов Томской области. Поздравляю! Илья, тяжело было? Было нелегко. Ну, я провел четыре встречи. Первые три я выиграл с легкостью. Ну, первая была пожестче, чем остальные две. А четвертую я проиграл. Ну, я думаю, в следующий раз я его выиграю. Конечно! Мы все на это надеемся. Ну, а тренерская оценка? Тренер не может быть всегда доволен на сто процентов. То есть, мы всегда работаем на тренировках, чтобы добиться победы. И занять первое место. Евгений, как ты думаешь, а чего не хватило? Я думаю, что сказывается недостаток опыта выступления на таких серьезных соревнованиях. А вообще турнир был представительным? На турнир приехали у нас 10 регионов. Были все представлены с Сибирского федерального округа. Порядка 170 человек участников. А давайте послушаем, что говорили организаторы и участники турнира. А потом вернемся в студию. Пленочку, пожалуйста. Аркадий, с победой! Как для вас турнир прошел? Турнир прошел, как и ожидалось. Тренер под усердными тренировками. Тренер подводил меня к этому пику формы. И как раз в пик формы пришелся на этот турнир. На финальный поединок понадобилось вам не больше минуты, даже меньше. Вы к этому были готовы, к этому стремились, чтобы так закончить поединок? Да, я пытался заканчивать сфат как можно быстрее. Нельзя же сказать, что здесь нет соперников. Все так легко прошло. Любого соперника нельзя недооценивать. Все соперники тоже готовились, тоже были в пике формы и тоже достойно уважения. Состав очень высокого качества. Присутствуют здесь и призеры, и победители Переско-Сибирского федерального округа прошлого года. Все привезли сюда сильнейших борцов. Ну и в первую очередь, конечно, борцы из Хакасии. Что показывают старты? Ребята в хорошей форме, сибиряки? Да, ребята в очень хорошей форме. Конкуренция высокая. Ну что ж, спасибо участникам за комментарии. Евгений, а каков вообще итог турнира? Подавляющее большинство призовых кмец забрали на этих соревнованиях спортплейной из Хакасии. Отличились, конечно, Новосибирская область и Кемеровская. Представленная была Новокузнецком. Илья, а тебе кто из соперников больше всего запомнился? Кто на тебя произвел большое впечатление? Ну, меня большое впечатление произвел болец из Новосибирска. Он очень хорошие приемы делал, неплохо бросал. Новосибирская школа борьбы мне импонирует. Ну, так же Сан Саныч Харелин, это понятно. Евгений, ну а кроме Ильи в Томской области были еще призеры? Да, помимо Ильи у нас отличилось еще 4 спортсмена в Томской области. Заняли они третье место. Это третье место весовой категории 92 килограмма. Занял наш обучающийся Шувалов Тимофей. И борцы из Северска заняли третье место. Это Бельков Владислав и два брата-близнеца Кирилл и Данил Лысовы. Кстати, у нас есть интервью братьев, которые заняли призовые места. Мы послушаем, а потом вернемся в студию. Пленочку, пожалуйста. Ребят, поздравляю вас с бронзовыми медалями. Вы сами довольны? Да, очень сильно. Были жесткие соревнования. Ну, проиграли, ну, выиграли за третье место оба. Родители рады, тренер тоже рад. Тренировали нас сильно, жестко. Кажись, за брата переживал? Конечно, переживал. За себя и за брата. За кого было так более опасение? Опасение за брата, конечно. А за себя? Трудно ли работать с братьями, да еще и с близнецами? Очень сложно видеть, когда бывает, что они между собой встречаются, бороться. Все, я ухожу и не смотрю даже. Это очень тяжело. И они сами переживают. В этот раз повезло. Жребий разкидал их в разные половины. Ну и слава богу. Оба остались с медалями. Оба остались с медалями. Выполнили норматив кандидат в мастера спорта. Ну что ж, очень приятно видеть спортивную династию. Вот эти братья-близнецы. А у нас еще есть братья-близнецы Черкашины, гиревики. А братья Воропаевы? О, точно! Мы хоть и не близнецы с братом. Он меня на год младше зовут, Виталий. Но тоже являемся мастерами спорта. В свое время завоевали очень много призовых мест. Ничего, что-то таить. У меня тоже есть брат Козлов Кирилл, которому 13 лет. И он тоже занимается греко-римской борьбой. Нечего сказать. У вас греко-римские династии. Поздравляю! А вот, Женечка, а теперь какие планы у греко-римелян? Я имею в виду ближайшие соревновательные планы. Ну, готовимся мы, конечно, к первенству сибирского федерального округа, который будет в Хакасии проходить в феврале месяце. Но помимо этого будут проходить подводящие турниры. Турниры международные будут в Бердске проходить. Кстати, по возрасту Ильи. И первенство области, и чемпионат области, которые пройдут у нас в январе месяце тоже. Наверное, будет в Юпитере. Можно будет прийти и посмотреть. Да, конечно, соревнования будут проходить в Юпитере. Будут стартовать, скорее всего, сразу после новогодних праздников. Но предварительно всем, конечно, объявим, позовем, пригласим. Конечно, зачем же все январские праздники сидеть за столом, когда такие спортивные события будут происходить. И вот на этой замечательной оптимистической ноте мы прощаемся с вами. А вам, ребята, спортивных побед! Спасибо. Ну что, Илья, пока серебряная медаль, а всегда хочется ее перековать на золото. Ну что, перекуем? Юрий Анатольевич, знаете, не надо. Я сам ее перекую на борцовском ковре. Обещаю же? Обещаю. Замечательно! Уда! Уда! КОНЕЦ Авентов.